Итак, уважаемые, сегодня я расскажу, как заменить маток, что мы делаем в семье, в которой мы хотим сменить матку. В этой семье я хочу сменить матку. Для чего? Есть разные причины. То ли матка плохо сеет, то ли неправильный расплод, то ли больная семья. Сделать надо определенный период времени, чтобы засева не было. Что мы делаем в таких случаях? В таких случаях мы берем матку в клеточку, чтобы она не сеяла. Ну для чего в клеточку? Можно же сразу матку, так сказать, ликвидировать и голову оторвать, и все. Нет. Вопрос стоит в том, что мы понимаем закон пчелины. Когда в семье есть матка, семья продолжает спокойно работать и приносить мед. Вон там клеточка внутри, посмотрите. Вот. Сейчас мы вытащим эту рамочку и покажем вам, что матка. Итак, матку мы посадили в клеточку, поставили рамочку с расплодом здесь, чтобы они ее обогревали. Итак, смотрим. Оказывается, они матку выпустили, прогрызли сбоку, и матка вылезла. Вот здесь вот, смотрите, пожалуйста, вот с этого края прогрызли, клеточка не до конца. Оказывается, эта клеточка не совсем качественна, потому что не до конца вот здесь прогрызли, выпустили. Матка бегает на втором этаже у меня здесь. Сейчас мы ее найдем. Ну, а, вот она, вот она, пожалуйста, посмотрите, вот она бегает, видите? вот она на втором этаже бегает ее нужно убрать мы ее сейчас временно уберем видно да ты хорошо за ним вот уберем сюда поставим это этого года матка но она мне не нравится почему на сей то есть что хочу сказать лучше накрывать вот такой клеточкой это более надежнее 99 процентов но еще лучше если вы хотите это самое вот я заказал клеточки на моей страничке здесь 4 миллиметра матка не вылазит спаста сажайте сюда маточку вот и вот так она закрывается раз закрыл здесь вот видите отверстие можно или на гвоздик и поставь повесить ее вот так вот она будет стоять и пчелы будут кормить ее со всех сторон и то есть это для того чтобы сократить яйцекладку осенью весною чтобы когда закармливать и пчел такая вот и клеточка годится есть старая пчела пыталась укусить в ухо но не получилось а так что все нормально итак друзья матку мы отставили что мы хотим сделать вот сейчас мы убираем этот самый ящик посмотрим что у нас на первом этаже так как матка была на втором этаже заложили они маточники или нет если не заложили маточники то мы ее совсем уберем вместе с пчелами натрусим поставим в нуклеус чтобы они заложили маточники вот на первом этаже пять дней назад я матку поднял наверх на первом этаже для чего пять дней поднял наверх расплодное гнездо и пять дней здесь яичек уже нету уже все червячки за пять дней червячки поэтому так как матка здесь на низу не сеяла а раз она не сеяла то теперь мы запросто можем посмотреть что у нас тут творится может они даже маточники заложили бывает такая ситуация что они закладывают свищевые маточники почему она мне не понравилась эта 7 матка она что-то стала тормозиться сеять понимаете хотя расплод и нормальный так сказать ну она стала тормозиться сеять вот очередная пчела попробовала меня ужалить и ужалила за пальчик так сказать и после этого когда она ужалила надо обязательно подымить чтобы запах яда прекратился вот пожалуйста засевчик остался так сказать видите червячки везде матки здесь нету потому что я забрал вот это засевчик остался молодой засевчик вот который пошел вот пожалуйста червячки все червячки пять дней прошло поэтому я знаю что здесь ничего нету так сказать нового и это пойдет уже не на ну с них не можно вывести червячки вот и весь разговор раз не можно с этих червячков вывести матку через пять дней то мы попробуем сюда подставить расплодик с другой семьи вернее яички с хорошей семьи чтобы вывелась матка вот пожалуйста это запечатанный как видите вот уже прошло пять дней они более-менее что-то запечатали ничего мы тут не что мы можем это самое сюда мы можем поставить сюда маточник который у меня есть на замену можем поставить яички которые у меня есть как говорится от хорошей семьи и они выведут точно с этих яичек потому что пять дней прошло и они не будут не смогут вывести из тех что тут оставалось а когда мы забираем матку через пять дней так как она здесь на первом этаже не сеяла то семья это обязательно так сказать займется тем что будет это самое выводить тут ничего нету так сказать ничего нету прошло пять дней эту рамочку я подставлял специально здесь именно червячки и я не вижу что тут и свящевых маточников нету поэтому мы можем запросто сюда подсунуть яички с другой семьи и от них выйдет точно матка хорошего качества и так мы проверили так как матка была у нас на втором этаже то мы не видим здесь нет ни одного свящевого маточника что остается делать остается подсунуть сюда рамочку с яичками с другой семьи с любой семьи где матка есть от которого мы хотим это будет значить вывод свящевых и свящевой и свящевых маток только от качественной семьи можно подставить яички сюда можно поставить сюда матку хорошую можно подставить сюда маточник можно поставить неплодную матку таким образом в этой семье уже с этой семьи не выведется ни одна матка потому что пять дней матка на первом корпусе не бегала мы ее отставляли на второй корпус и так друзья что мы сделаем ну поставим яички я думаю посмотрим с другой семьи мы берем яички чтобы подставить и расплод ну рамочку с расплодом с открытыми с яичками смотрим хорошая эта семья или нет и подставляем это будет вывод маток от хорошего семени так сказать секундочку надо дымаря чуть-чуть дать это семья у меня имеет очень хорошая генетическая так сказать действие и моя задача сейчас вытащить отсюда яички где есть яички я подставлял пару дней назад сюда яички сейчас проверим если тут яички засев если так здесь залито метком на преском не дали а есть есть вот пожалуйста можешь заснять если ты видишь вот вот пожалуйста вот это ирия залито видно яички товарищ ничего не но приблизь поближе ближе больше не идет вот это вот ирия с яичками не видно вот здесь вот яички на плохо может на большом экране быть лучше не знаю может быть окей что мы делаем мы видим рамочка с яичками вполне подходящая и мы знаем что от этой рамочки мы ее пометим что маточники могут здесь заложить и так берем рамочку пчел струсили ставим сюда они вынуждены будут заложить с этой рамочки потому что пять дней прошло и если заложить где-то на другой рамочке я здесь вот ставлю крест как говорится чтобы мне потом не ошибиться вот или маркера можно покрасить как хотите вот другой раз я буду знать что на этой рамочке по центру у меня должны быть маточники если не заложить где-то другом месте мы через пять дней посмотрим то мы можем поправить это дело подставить другую рамочку и так друзья закрываем мы знаем что здесь матки нету мы ее забрали вот вот отставили в сторону ставим второй корпус на место тут с расплодом если даже здесь заложит на втором этаже то мы ничего можем проверить матка у нас на первом этаже литок на первом этаже семья должна заложить если мы забрали матку семья начнет искать возможность заложить на маточники на лучших ячейках если у них это не получится как мы планируем то можно время увеличить продержать дней десять матку на втором этаже чтоб на первом этаже ничего я только пять дней продержал и так как я буду поглядывать на эту семью то я подкорректирую что мне надо сделаю итак друзья если вам нравится такой процесс это можно сделать это я показал как от хорошей семьи вывести матку в плохой семье в которой вы хотите заменить удачи вам ставьте лайки подписывайтесь если какие-то вопросы есть задавайте постараемся ответить счастливо